Мы ввели инвариант Минковского Хасса, и оказывается, что просто то, что мы знаем, что это инвариант, уже позволяет получать неожиданные факты, например, для проективных плоскостей. Напомню, что такое проективная плоскость. Самая маленькая, самая красивая проективная плоскость, так называемая проективная плоскость Фанголь. Она строена так. Берем треугольник, середина его сторон, и точку пересечения медиана. Теперь смотрите, что такое прямые. Это стороны, это вот эти вот медианы, и еще вот это тоже назовем прямой. Вот называется плоскость Фанголь. Она, как видите, всего из 7 точек, что-то точек, вот эти вот 3, 4, 5, 6, 7. Она всего из 7 точек, любые две ее прямые пересекаются у одной точки, и через любые две точки проходит одна прямая. Вот так же должно быть и в общем случае. На каждой прямой, n плюс одна точка, где n называют порядком проективной плоскости, через каждую точку проходит ровная плюс одна прямая. Через любые две разные точки проходит одна прямая, любые две прямые пересекаются в одной точке, где разная прямая. Легко понять, ну, просто понять. Берем какую-нибудь точку, проводим через нее всевозможные прямые. Вот здесь у нас одна точка. Значит, теперь как посчитать, сколько, например, всего будет точек? Это очень просто. Мы можем взять какую-нибудь прямую, которая не проходит через эту точку. Взяли. Тогда любая прямая проходящая будет пересекаться с этой прямой ровно в одной точке. Значит, получается, что через нашу точку проходит n плюс одна прямая, на каждой из них лежит она сама и еще n точек. То есть, надо n умножить на n плюс один и добавить вот эту нашу точку. Получается n квадрат плюс n плюс одна точка. Ну, и так же не могу посчитать прямые. Вот это называется проективная плоскость. Так вот, очень трудно понять, для каких n существует проективная плоскость, а для каких нет. Ну, есть такая, очень просто доказанная теорема, что если n это степень простого числа, то тогда проективная плоскость есть. Собственно, это легко строится. Точками будут называться такие тройки. Надо взять поле из проективника элементов. Точками будут называться вот такие вот тройки, где хотя бы одно из чисел x и x не равно нему. И при этом мы считаем, что это то же самое, что λx, λy, λz, где λ-любой нему, любое число. Вот. Прямая задается любым линейным уравнением вида a, x плюс b, y плюс bz равно нулю, где опять хотя бы одно из чисел abc не равно нулю. Вот. Ну, вот это замечательно. А что делать, если n не степень простого числа? В таком случае есть такая замечательная теорема. Если n дает достаток 1 или 2 в делении на 4, число про простое и входит в разложение числа n на множители в нечеркной степени, то b обязательно единица по модулю 4. Доказательства при помощи квадратичных форм. Смотрите, вот пусть у нас есть для этого самого n коллективная грузкость. Рассмотрим n квадрат плюс n плюс одну переменную. То есть в каждой из точек поставим на речную картину букву. Дальше. Для каждой прямой рассмотрим линейную форму, а именно сложим буквы, которые соответствуют точкам этой прямой. Возведем каждую такую линейную форму в квадрат и сложим. Вопрос, чему будет равна эта самая сумма квадратов? Ну смотрите, по аксиомам приоритивной плоскости каждые две точки вместе встретятся ровно в одной скобке. Поэтому вот такое вот выражение 2хит и хжит будет для любых и не равно жи обязательно сумму надо брать по всем, будет меньше жи и от единицы, а жи самое большое, n квадрат плюс n плюс один. Отлично. А сколько квадратов, то есть представьте какую-нибудь точку, сколько раз она будет в квадрате? Но для этого надо просто понять, сколько прямых проходит через эту точку. А это мы уже обсуждали. Через каждую точку проходит n плюс 1 прямая. Значит, еще будет такое выражение n плюс 1 умножить на сумму квадратов. Опять у нас и пробегает все значения от единицы до n квадрата плюс n плюс 7. Получается такая вот квадратичная форма. Но внимание, откуда она получается? Она получается из суммы квадратов. Поэтому мы знаем для нее инвариант Хасын-Курска. Потому что в базисе, где переменная является, для каждой прямой введем новую переменную, какую-то там y сумму, в этом базисе форма имеет диагональный вид 1, 1, 1, 1, 1, 1. Так, вы правда спросите, а почему, собственно, эти формы независимы? Ответ. А потому что вот эта форма, мы сейчас ее приведем к диагональному виду, является невражданной. Вот. И теперь все просто. Мы должны сделать замену переменной, которая переводит вот эту форму к диагональному виду. посчитать Менковского Хаса, ну и у нас получится. Давайте введем новые переменные. y1 – это сумма всех х, кроме из первого. yк, когда k больше единицы, это xк плюс x1 разделить на n. И вычислим y1 квадрат плюс n умножить на сумму квадратов всех остальных y. Смотрите, что у нас тут будет. Чтобы там не переписывать, я нашу эту форму обозначен лукой f. Когда вы возводите y1 в квадрат, то вы получаете квадраты всех этих элементов. Когда вы возводите вот yк, то вы получаете xк в квадрате. Еще здесь множество n. В результате все вот эти вот x2, x3 и так далее в квадраты войдут с эсцентром n плюс 1. А это нам нужно. Теперь подумаем про x1. Каждый раз оно будет x1 в квадрате разделить на n в квадрате. Но, смотрите, у нас же этих скобок n квадрат плюс n штука. Значит, будет такая штука. n, вот это вот n, умножить на n квадрат плюс n и разделить на n квадрат. Разделить на n квадрат, потому что здесь в знаменателе было n квадрат. Это как раз и есть инвестория. Значит, с квадратами все в порядке. Теперь с произведением. Должны быть все угольные произведения. Ну, здесь понятно, когда у нас x и и ижи, и ижи больше единицы, все замечательно. Теперь смотрим на угольное произведение x1 и xк, так все замечательно. Когда мы их возвели в квадрат, здесь было 2n, но еще на нем умножить все получилось. Получается, что мы сумели диагонализовать форму f. То есть, мы получили такое равенство. Единица – это есть символ n, n по v, возведенный в степень такую, сколько существует пар чисел от 2 до n квадрат плюс n. То есть, возведенную в степень n квадрат плюс n число сочетания. Теперь смотрите. У нас n дает остаток или 1, или 2 по модулю 4. Посмотрим, какой в таком случае остаток дает вот это число при делении на 2. Что у нас здесь есть? n квадрат плюс n умножить на n квадрат плюс n минус 1. И это разделить на 2. Если остаток 1 при делении на 4, то это будет 1 плюс 1, то есть 2 умножить на 1 пополам. Ничего нечего нечего. Если остаток 2, то 6 умножить на 5. Потому что этот третий пополам тоже ничего нечего нечего. Поэтому мы можем вообще не обращать внимания на это. Вот. По свойству символа с гиброй, да? Потому что символ n минус n – это единица. На самом деле нам интересен такой силу. n минус 1 по p. Ну, осталось вспомнить, чему же у нас равнялись символы гиброй. Если n делится на p в нечетной степени, то все другие умножители, кроме p, мы выносим, и символ тимпорта для них будет равен единице, потому что p нечетное число. И для двух не делящихся намных чисел целых символ b равен единице. И вот. И получается, что там интересен символ p минус 1 по p. А это то же самое, что символы жанра минус 1 по p. Значит, действительно, p сравнено с единицей по модулю 4. Согласитесь, неожиданное применение патриотичных форм. Продолжение следует...